Все громкие слова Малиньяджи. Зрительно, зрительно, да, опять же, может быть это все обманно. Давайте посмотрим, наконец-то состоится та самая драка, которую очень долго ждали, друзья, Артем Лобов против Пола Малиньяджи. Очень много личного, очень большая история за всем этим стоит. Давайте на линию и поехали. Да, многие справедливо полагали, что у Пола Малиньяджи лучший уровень бокса. Это действительно так, да, все-таки чемпион мира по профессионалам, но, друзья, это не бокс. Это драка. Это обмен ударами. Опять же клинч, да, о чем Артем Лобов говорил, что в клинче здесь тоже необходимо проводить работу. И попадает Малиньяджи. Ну и причем, учитывая, что все-таки Лобов умел и бороться так или иначе, и здесь клинч очень сильно отличается от боксерского. А Малиньяджи все-таки больше комментатор сейчас, больше снимается в фильмах, в сериалах, в том числе. То есть вопрос, как он вообще готовился к этому. И, в общем-то, у Лобова довольно большой опыт столкновений именно в борьбе, в том числе, потому что вряд ли когда-либо Пол Малиньяджи боролся. Так что здесь преимущество за Артемом. Из, также еще среди его преимуществ, это, ну, то, что все-таки Малиньяджи никогда не был панчем. Малиньяджи всегда работал с дистанцией. Малиньяджи всегда вот так вот пытался технично доставать, а опять-таки убегает. Ну, и, кстати, складывается ощущение, что Артем Лобов поатлетичнее, потяжеловеснее своего оппонента. Как всегда, Лобов работает в своей правосторонней стойке. Тащит соперника на себя. Так, немножко загулял Пол Малиньяджи после пропущенного удара. Но не сильно. 10 секунд до конца первого раунда. По туловищу Пол Малиньяджи пробивает. Пока все. Артему Лобову сказали, что соперник боится твоих попаданий, поэтому давай, награди его еще несколькими. А что касается Пола Малиньяджи, то ему как раз говорили, что скорость убивает. Действуй быстрее. Действуй быстрее. Здесь пока... В том, что делает Малиньяджи, это убегай назад, актив. Попал по туловищу Артем Лобов. Спокойно абсолютно Артем Лобов принимает на себя удары соперника. Но это, в общем-то, его привычная тактика. И вот здесь, я думаю, что тоже может быть своеобразный психологический момент для Пола Малиньяджи. Потому что, если ты бьешь человека, наносишь свой сильнейший удар, а он стоит, то это тоже оказывает свое влияние. Вот там микрорассечение уже есть на лице у Малиньяджи. Ну и, конечно, среди преимуществ Артема Лобова, это его прочность. Потому что, ну, любой, кто видел его в предыдущий бой, там не могут с этим не согласиться. И даже Малиньяджи это признал. Ну а довольно известный тренер, Трайстар, Ферас Захаби, он вообще дал такую характеристику Артему Лобову как А+. То есть высшее... Высшее качество. А вот надо отметить, что Ферас Захаби, он тренировал Жоржа Сен-Пьер. Между прочим. Давайте послушаем, что говорят. Бойцам в углу. Удар справа очень хорошо ложится, говорят. Фолом Малиньяджи. Не забывай про джеб. Про джеб, да, очень много говорили про джеб. Когда ты смешаешься, вытащи на задушке. Лево на задушке. Он тропает, он будет прыгать в нас. Он прячется на задушке. Бойцам в углу. Бойцам в углу. Бойцам в углу. Бойцам в углу. попытка пробить в атаку обратно и конечно среди ошибок артема лового особенности даже скорее его видение боя отмечали то что он идет очень открытый всегда в атаку с опущенными руками ну и насколько конечно это окажется опрометчивым против довольно качественного боксера как бы то ни было как бы мы лично все-таки к полю малиниаджи не относились но тем не менее боксер то он довольно качественный нет здесь ничего не было просто сбросил лобов в сторону малиниаджи и там по моему все-таки есть рассечения да попал малиниаджи лобов банально пока не достает сталкивает сторону малиниаджи его руку работает джебом но малиниаджи по-прежнему старается держаться на дистанции максимально далеко уходит лобов пока своим правом не воспользовался призвать соперника вот сюда как мы это в маленький круг да малиниаджи по-прежнему очень осторожен может быть даже слишком где-то осторожен но прекрасно понимает что открытая война с артемом лобовым ему мягко говоря не выгодно учитывая как и правильно сказал не самый оу крепкий подбородок да и тут же за шатала после пропущенного удара малиниаджи ну и малиниаджи он всегда конечно полагался на работу ног на движение головы на смещение корпуса ну чтобы как раз иметь возможность пробивать потом на выходе и раунд закончен да к сожалению пока не получается вот той самой войны которые мы ожидали строится да да здесь идет очень такая интересная тактическая борьба кто кого переиграть только перехитрить передумает и вот кстати интересно что артем лобов в общем то принимает правила этой игры потому что мы говорили о том что как правило артем лобов это агрессор который идет и просто обменивается просто отбивает удары лицом и при всем при этом заставляет соперника делать то же самое а а вот тут хорошо с левой бороду прям попал сопернику артем лобов да причем малиниаджи правильно делал что смещался в нужную сторону дает иначе бы поворотом головы еще успел смягчить этот удар да то есть таки самортизировал то попадание опыт никуда не денется четвертый раунд нажать раздергивать малиниаджи да причем как-то дерганно да он это делает сумбурно хаотично хорошая серия в исполнении артема здорово здесь да да включился включился можно поджать еще додавливать отлично артем усугубил рассечение полу малиниаджи артем лобов великолепный эпизод российский ирландец себе забирает двоечка от малиниаджи такая да вот не скажешь трусливая да трусливая откровенно хорошо ромда чего-чего тут в общем то дипломатию разводить есть рассечение у артема также да попал на малиниаджи но опять же эта особенность работы голыми кулаками практически любое попадание может спровоцировать сечку и опять смотрите через корпус пытается заходить на правый боковой артем лобов вот сейчас бой начинают приобретать наконец-то те краски которые мы с вами ждали и лобов сейчас очень грамотно остановился он пошел вперед увидел момент оттянул корпус назад встал вот перекрывается кстати так по боксерски очень открытыми ладонями планирует подставками да ну вот так вот поднимает ладони наверх вот то же самое делает сейчас и лобов вот уперся одиночным джебом от линча очень спокойно артем принимает удара соперника на себя мы видим что он абсолютно не потрясен и кстати вот несмотря на все эти заявления несмотря на всю эту войну не удалось линьяд же по моему ощущению залезть голову то есть нет вот это вот желание во что бы то ни стало да какой-то открытый такой бравады неумного боксирования наиболее яркий пример этому кстати это как раз поединок друга артема лобова конора макгрегора и жозе альда как конор его раскачал человек не проигрывал 7 лет никому вообще ни разу и как бросился жозе альда тогда на конора макгрегора и получил в контратаке с левой руки в челюсть и за 13 секунд был нокаутирован здесь артем артем лобов действует высшей степени спокойно лоднокровно до нацелена ну и четвертый раунд наконец-то нам явил то что мы хотели увидеть хороший был эпизод там у лобова ну и ждем финальный пятый раунд и закричительные две минуты ну и здесь конечно уже можно какие-то предварительные итоги подводить малиниаджи несмотря на все свои громкие обещания несмотря на все свои более чем громкие слова чем-то продолжает бегать на протяжении всех пяти раундов просто банально бегает да малиниаджи откровенно работает вторым номером бегает и трясет да периодически вот такая дерганая работа в его исполнении ведется артем лобов напротив выглядит таким монолитом несокрушимым непоколебимым вот опять хороший сдвоенный левый в исполнении лобова пытается артем отлепиться от соперников клинча для того чтобы нападать ему еще мне интересно что будет происходить после боя я так полагаю что нокаута мы с вами не дождемся скорее всего будет победа по очкам того или иного спортсмена а вот пожмут ли они друг другу руки что будет происходить я даже не представляю ну то есть если там малиниаджи выиграет он конечно тут час м разразиться я думаю тирадой но если проиграет мне очень интересно послушать что скажет если проиграет скажу что все опять неправы ну по мне так малиниаджи проигрывает опять же учитывая учитывая что он все время бега лобов регулярно наносят точные удары и эти удары как мне кажется кажутся более весомыми нежели то что показывает в ринге малиниаджи вообще надо отметить что лобов бьет как бы то ни было вот сколько вот опять же да сколько ударов без ответа да просто малиниаджи стоит с опущенными руками и все первое же движение лобова прыгаем назад где вся бравада и где вся эта храбрость можно было конечно там плеваться и раздавать пощечины особенно когда соперник этого не ждет в разговоре ты знаешь пожал протянул мне это очень напоминает противостояние владимира кличко и дэвида хэя помнишь когда боксировали и когда дэвид хэй надевал футболки с оторванными головами приносил он рассказывал да что я сейчас выйду и владимиру кличко просто настанет полный конец а в итоге 12 раундов беготни за дэвидом хэем закончились абсолютной победой владимира кличко примерно то же самое и здесь мы видим что все таки бойцы выказывают друг другу взаимное уважение не совсем понятно почему что наталкивает на мысли что это было по большей части шоу да это была попытка раскрутить бой им это удалось однозначно то есть они внимание к этому промоушену привлекли огромные но как то вот на фоне вот этого всего шума который раздавался конечно здесь наверно хотелось большей войны весьма традиционно два флага держат все лобов и как раз эти в той руке которую могут поднять он держит российский флаг все трое все трое все трое бэр накал все все это и настоящая звезда этого промоушена потому что такое ощущение что промоушен был создан для артема лобова и артем лобова был создан для этого промоушена и дождемся мы сейчас интервью артема обязательно конечно послушаем что скажет но творите вражда вроде кончил дождемся